Здравствуйте! В эфире новости Смоленск АЭС в студии Анна Пименова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Мы помним заветы наших отцов и дедов – любить и охранять нашу Родину. Смоленские атомщики приняли участие в акции «Бессмертный полк». Считаю, что акция очень правильная, позитивная в преддверии такого великого праздника. Экологическая акция к Дню Победы. Грибной спорт в городе Десногорске на лодке «Дракон» уже пятый год активно развивается. Открытие сезона водных видов спорта в Десногорске. Очень много мусора оставляют за собой отдыхающие, рыбаки. Экологическая акция «Чистый берег». На Смоленск АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 3146 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Выработка электроэнергии за 10 дней мая составила 610 миллионов киловатт-часов электроэнергии. С начала года выработка составила более 8 миллиардов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 132 миллиона. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Жители города-атомщиков Десногорска отметили 72-ю годовщину Великой Победы и почтили память героев, отстоявших свободу и независимость отчизны в годы Великой Отечественной войны. В День Победы по улицам Атомграда прошел бессмертный полк. Более тысячи десногорцев с портретами родственников, фронтовиков. 9 мая семьями с цветами и воздушными шарами, портретами родных, воевавших за родину и под песни военных лет, прошли десногорцы по городским улицам главному мемориалу города, Кургану Славы, где состоялся торжественный митинг в честь праздника. Представители молодежной организации «Смоленская АЭС» раздали участника митинга «Георгиевские ленточки» знак уважения, памяти и солидарности с героическими русскими солдатами. 9 мая – день гордости нашего народа за беспрецедентный подвиг славного поколения, которые, не жалея жизни, защитили Отечество. Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним тех, благодаря которым можем спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей. Главными героями всенародного праздника стали ветераны войны, которых в Десногорске осталось совсем немного, но некоторые все же нашли силы и пришли к мемориалу. Мы помним заветы наших отцов и дедов. Любить и охранять нашу родину. С нами всегда бессмертный полк. Перед нами всегда живые страницы истории Великой Отечественной войны. Мы чтим память павших. Желаем здоровья нашим ветеранам. Мирного неба нам над головой. Добра и счастья в каждую семью. С праздником вас! С Днем Победы! Минутой молчания почтили Десногорцы память павших на фронтах войны солдат. На поле памяти Кургана Славы захоронено 36 известных и 1029 неизвестных солдат, партизанка Катя Косарева. Первыми венки к их могилам возложили спортсмены 31-го легкоатлетического кросса по маршруту Коски-Десногорск. А затем участники велопробега Удомли-Десногорск, которые преодолели расстояние в 650 километров, посетив памятные места и братские захоронения в разных городах по пути своего следования. После митинга состоялась акция по посадке Сиреней Победы на аллее вблизи Кургана Славы. А затем праздничная программа продолжилась на городской площади конкурсами, ярмарками и концертами. Творческие подарки для десногорцев приготовили коллективы из Смоленска и Екатеринбурга. Завершился праздник красочным фейерверком. В Десногорске по инициативе местного отделения партии «Единая Россия» прошла экологическая акция по посадке берез. Силами молодых атомщиков Смоленска АЭС, общественных организаций и службы благоустройства рядом с мемориальным комплексом «Курган Славы» было высажено 65 молодых берез, а накануне появилось 43 сосны. Буквально тут, может быть, месяц назад был бурелом, но благодаря усилиям службы благоустройства представителей «Атомтранса» и всех общественников, кто принимал участие, я думаю, что через 3, максимум 5 лет мы увидим очень привлекательную парковую зону, которая только в нашем городе должна расширяться. Проект по созданию на территории мемориального комплекса «Курган Славы» музея под открытым небом реализуется в Десногорске силами поисковых отрядов при помощи Совета руководителей предприятий города и местного отделения партии «Единая Россия». В рамках проекта планируется облагородить обширную территорию вокруг «Кургана Славы». Буквально вчера на полицовете партии мы узнали о том, что такая акция планируется и приняли решение всем составом выйти, прийти сюда, принять участие. После работы приятно еще поработать на воздухе, на природе. Лопаты, правда, быстро отобрали. Успел посадить всего два дерева. От молодых атомщиков в акции приняли участие около 25 человек. Ощущения здоровские. Понимаем, в каком участвуем событии. Надеемся, что все у нас получится, что будет тут комплекс красивый, хороший, что будет служить для патриотического воспитания молодежи. Считаю, что акция очень правильная, позитивная в преддверии такого великого праздника, как 9-й мая, день Победы. С привлечением молодежи, что в свою очередь очень правильно. И более взрослого поколения, как пример для молодежи. Самые трудные участки на территории мемориального комплекса начали облагораживать работники акционерного общества «Атомтранс». Совет руководителей. Учение, я думаю, нужное, замечательное. Мы сделали проект, это сделать там, возле Березочки, музей под открытым небом. Очень много труда, я не хвалюсь, «Атомтранс» начали. Где самые тяжелые места. Я надеюсь, в дальнейшем мы продлим, мы уже там с той стороны продлили, убрали осины, поэтому продлеваем парковую зону. Вокруг Кургана Славы, где сегодня растут только старые осины, планируется посадка молодых березок. В канун 72-й годовщины Великой Победы, 7 мая, на Десногорском водохранилище, состоялась праздничная регата. Участников патриотической акции приветствовали директор Смоленской АЭС Павел Лубенский, глава Десногорска Андрей Шубин, председатель первичной профсоюзной организации станции Юрий Кузнецов. Сегодня праздник, который радует нас всех, который вселяет уверенность в открытии этого сезона. Это задел для того, чтобы мы взяли Европу. Флотилия из лодок «Дракон» под флагами Победы, Российской Федерации, Смоленской АЭС, концерна «Росэнергоатом», «Единая Россия», «Десногорска», предприятий и общественных организаций традиционно открыла сезон навигации и водных видов спорта в Атамграде. Для десногорских гребцов сезон 2017 будет очень насыщенным. В этом сезоне доверили сборная федерации по гребле на лодках «Дракон», доверила, значит, Смоленская АЭС выступать на чемпионате России, который пройдет в Франции, с вами составом, десяткой. Мужчины в опен-классе до 36 лет, они будут выступать своим составом, защищать честь и России, и заодно и Смоленской АЭС. 14 мая две мужские команды клуба «Атам» Смоленская АЭС примут участие в Кубке Москвы. Эти соревнования станут один из этапов проверки готовности спортсменов перед ответственным стартом на чемпионате Европы. Ближайшие соревнования на площадке Десногорского водохранилища пройдут 10 июня. Планируется участие гребцов из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Твери. 2 мая состоялась акция «Чистый берег». Персонал цеха обеспечивающих систем Смоленской АЭС и САИС-сервис очищал небольшой участок прибрежной полосы Десногорского водохранилища. Необходимую технику выделил ЦОС Смоленской АЭС. Очень много мусора оставляют за собой отдыхающие рыбаки. Каждый год убираем его, будем убирать. Хотелось пожелать людям, которые здесь будут отдыхать, убирать за собой мусор и приезжать сюда каждый год отдыхать, чтобы было все чисто, аккуратно, красиво. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова